Девочка-пай Отче, я вас даю хвалу За милость и любовь За благодать твою Которая живет Которая цветет В душе моей Ты заплатил цену суда Невинной кровью сына Распятого Христа Что праведность твою Познать я смог, Господь Тебе хвалу Мессия 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 саблога а я ведь ты заплатил цену суда кровью сына Что праведность Твою Познать я смог Господь Тебе хлопать Мессия 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 Слава Тебе Мессия Мессия Мы любим Тебя Мессия 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 людей благословляем твое имя и воздаем тебе всю славу во имя сына твоего иисуса христа мы молились весь народ божий да скажет а давайте дадим славу аллилуйя слава богу пожалуйста присаживайтесь спасибо большое грубо прославление слава богу аллилуйя я рад всех вас видеть и очень хочется надеяться что это взаимно спасибо большое есть несколько человек которые рады меня видеть уже легче дышать вчера в церкви нас было водное крещение слава богу 17 человек вступила в завет с богом и обещали богу дали обещание богу доброй совести пожалуйста если вы вчера приняли водное крещение можете встать чтобы мы могли поприветствовать вас тот вчера принял водное крещение давайте дадим славу богу аллилуйя амэн слава господу присаживайтесь пожалуйста и друзья у нас сегодня есть одно дело которое хочу сделать две недели назад у нас закончился наш молодежи наш подростковый лагерь и мы бы сегодня как и в прошлом году хотели бы особенно почтить одной категории людей я уже благодарил всех кто принимал участие подготовки к этому лагиру сегодня мы бы особенно хотели бы благодарить наших поваров потому что вы знаете это такая ответственность я когда заходил на кухню я когда смотрел на все эти огромные кастрюли на все эти горы картошек морковок лука и я даже я не позади я даже не представляю как это работает то есть например я хорошо представляю как функционирует церковь я понимаю что такое группа прославления что такое репетиция что такое лидерская что такое ячейки я прекрасно это понимаю сажать им если еще раз я найду хоть один стаканчик на сцене или бутылочку или кофе на держите подарок сергеем разделите на двоих кому ложечку кому кружечку ну так вот не будем о грустном но как кухня функционирует для меня это загадка вы знаете то есть как накормить 100 человек я вообще этого не представляю есть несколько блюд которые я могу приготовить сам лично ну пять человек накормить ну шесть ну как накормить 100 человек и они так трудились вы знаете они вставали в 5 30 там или в 6 и ложились в 11 12 и для меня это было просто вы знаете я смирялся когда я смотрел на них потому что у нас был лагерь мы купались на море мы проводили служение мы изучали библию они трудились и я тогда пообещал искал я хочу вас особо почти ну пожалуйста все кто у нас служил на кухне наши шесть сестер выйдите пожалуйста танец сашкевич ира и ее сестра вера ивана света осипенко оксана трулёва 1 2 3 а и алена легай 4 5 6 6 сестер вот они наши красавицы кормилицы наши мы только что женой с поездки вернулись сейчас чуть-чуть попозже я расскажу вам про это я тогда сказал дал богу обещание сказал господь я им куплю ну хорошо ир давай выйди сначала сюда гир выходи сюда я думал что подарить нашим сестрам вы знаете это как-то сестрам легче подарок выбрать чем братьями если честно и я вдруг подумал ну что может быть лучшим подарком для наших сестер чем хороший хороший парфюм я тогда пообещал сказал господь когда мы будем у нас скоро сыра представила поездка я сказал когда мы будем где-то в дьюти-фри я куплю самую лучшую туалетную воду самых крутых брендов потому что там продается такого качества что у нас ты не купишь потому что все что продается кстати все что продается у нас в россии это продается туалетные воды производства арабских эмиратов они много хуже чем оригинальные французская там итальянская или американская вода и также мы купили крем для рук чтобы тоже фирменный очень хороший крем для рук потому что они так трудились своими руками и мы приготовили дипломы чтобы они могли дома повесить на стену этот диплом и чтобы всем было видно итак то у нас первый приготовили да все по порядку что было первого нас конечно же татьяна федоровна сашкевич танюша спасибо тебе огромное дать обниму ой ой какой вот вот самая крутая которую только мы нашли тайне самая круто кто у нас следующий ира и ручка и ручка давайте это ира танина сестра тоже федоровна ира держи просто я тебе говорю то у нас следующий вера ванна вера ванна ну как же без вас а я вообще упасть не встать я вам говорю да вы шоу светочка наш детский служитель света спасибо что в этом году ты отдала 10 дней своего отпуска чтобы служить в лагере мы были очень благословлены держи что там за светом булгари вообще я вам говорю кто у нас следующий оксана трулёва ну оксана у нас уже второй раз до в лагере спасибо оксан большое спасибо твоему мужу что отпустил что там у нас не видно ну что-то хорошее держи и ален алена ты первом году была тоже да алена все три года леночка иди сюда спасибо тебе большое мы тебя поздравляем держи от нас благодарственное письмо дай загляну я уже забыл ой ай да может ей крема хватит давай тебе оставила держи жан лавин просто бомба сестры спасибо вам огромное мы вас очень любим вас благословляем будьте благословенны теперь пожалуйста следующее воскресенье когда вы встретите кого-то из этих сестер начните принюхиваться к ним трогать их руки слава богу мы с женой были в поездке как я уже сказал мы вначале полетели в южную корею там была конференция ежегодная который проводит церкви г-12 по корее мы были в том году на этой конференции мы поехали туда побыли там три дня если кто-то видел фейсбуке господь дал нам встречу с пастором одной из самых больших церквей в африке в южной африке пастор бер притвориус у него церковь 16 тысяч человек и от благодаря пастору тревору который у нас был в гостях из юар мы встретились пастором берта было время пообщаться не просто там где-то после служения руку пожали мы посидели в холле гостиницы пообщались пригласили искали обязательно пастор берд прилетайте к нам у нее очень сильное мощное потрясающее учение особенно для лидеров пригласили в нашу церковь но если господь будет милости то пастор берд будет у нас может быть следующем году вот оттуда мы полетели в китай и потом прошлого сресенья мы проповедовали в церкви в гуанчжоу есть такой город китай гуанчжоу там есть очень хорошая церковь я не знаю может кто-то помнит катю и сашу слабосписки которые когда-то были лидерами прославления церкви слова истины они уже несколько лет живут в китае вот когда мы в том году первый раз при но начали ездить в китае мы ехали однажды на поезде мимо гуанчжоу я позвонил сашу саш привет как у тебя дела и он начал мне уговаривать суши ну пожалуйста когда будешь китай заедь нашу церковь и мне всегда было неудобно потому что ну я никогда не навязываюсь никуда я не знаю пастор этой церкви саши ну пожалуйста приедем будет очень рад тебе видеть и я про тебя много рассказывал и когда в этот раз ехали как раз так получилось что мы могли быть прорезом гуанчжоу пересаж ну если как бы вы хотите то мы готовы заехать гуанчжоу и мы вы знаете приехали там было потрясающее служение очень хорошая церковь очень хороший пастор вы знаете мы были очень сыр и благословлены и очень пожалели что мы оставили всего сутки мы в субботу вечером прилетели поздно вечером потом утром утром позавтракали собрали вещи поехали в церковь провели служение нам нужно было дальше лететь и но мы пожалели потому что во-первых нас очень хорошо встретили пастор такой знаете очень благословенный человек смиренный кроткий посвященный нам очень понравился дух у него супруги их зовут александра света не такой очень хороший дух такой дух служителя посвящене дух смирение дух почтения очень благословила вот ой сыры когда ехали после служения что прям чувствуешь такая атмосфера помазания иногда вы знаете когда ты проповедуешь сервина проповедовала попроповед have но иногда ты идешь или служение прям от поматься не на тебе прибывать и после этого служения мы ехали в аэропорту нам чувствуешь как помазание на нас прибывает они были очень очень сильно воглас AG и Такие хорошие контакты установились с этой церковью в Гуанчжоу. И когда мы уже уезжали, пастор Александр сказал, пожалуйста, говорит, когда будете в Китае, где-то будет рядом, всегда заезжайте к нам, проповедуйте. Так что вот такие встречи делает Господь. Слава Богу. Давайте дадим славу Богу за все. Аллилуйя. И Аня сегодня будет делать объявление в конце. Я просто хочу сказать, что в следующее воскресенье у нас в церкви будет Сергей Шедловский. Поэтому, пожалуйста, приглашайте своих друзей, знакомых. Я верю, будет хорошее время. Пастор Сергей будет учить, я думаю, на одну из своих любимых тем, об отношении с Богом, о близости с Богом. А в субботу, перед воскресеньем, у нас будет лидерская школа. Поэтому, пожалуйста, все лидеры, все ваши помощники, и вы в субботу в 6 вечера, Аня еще напомнит сегодня в конце служения, в офисе церкви лидерская школа будет с пастором Сергеем Шедловским. Слава Богу. Аллилуйя. Вы знаете, я хочу сделать одну вещь, прежде чем я буду проповедовать сегодня. Я хочу сегодня сделать одну вещь, прежде чем я буду проповедовать. Я хочу, чтобы сейчас, я вам дам две минуты, каждый из вас, кто сегодня сидит в зале, пересел на другое место. Не надо далеко, не надо убегать на другой ряд. Можете поменяться с кем-то, кто рядом с вами. Можете поменяться... Подождите, подождите, Иван, 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 Женя, ну что ты? Физкультурники подскочили, а? Спартак бежит, все бегут. Можете найти кого-то рядом. Если рядом с вами никого нет, но есть пустое место, можете пересесть на него. И с другими словами, я хочу, чтобы через две минуты каждый сидел не на том месте, где вы сидите сейчас, когда я это делаю. Хорошо? Пожалуйста, сделайте это. Хорошо. Хорошо. Не надо далеко уходить. Можете просто рядом пересесть. Главное, чтобы вы сидели не на том месте, где две минуты назад. Денис, ты пересел? Что-то незаметно. У меня же зрение хорошее. Ты знаешь, я хоть и в очках, но это же маскировка. Да, да, ты, ты, ты. Точно? С зимой поменялся, да? Вот, посмотри, молочные браки. Вы знаете, вот неугомонная какая, все неугомонится, а? Ну все, все, все уже сели. С сумкой ракушкой ходят здесь. Вы знаете, когда я готовился к этой проповеди, вы знаете, что сегодня я начну проповедать о призвании, потом следующее служение у нас будет пастор Сергей Шедловский, но после этого служения я продолжу говорить о призвании. Я думаю, что в течение августа я буду говорить о призвании. И самое главное, я буду говорить о том, как Господь открывает нам свое призвание для нашей жизни, как Бог говорит в нашу жизнь. Это очень важная, чрезвычайно важная тема. И вы знаете, когда я готовился к этой проповеди, я вдруг почувствовал, что Господь хочет послать движение в нашу жизнь. Бог хочет послать свое движение в нашу жизнь, и чтобы завтра мы были не там, где мы сегодня. Такая интересная вещь происходила с нами в поездке. Первую неделю, пока мы были в Корее, в Китае, мы постоянно переезжали, у нас за первую неделю где-то было 4 или 5 гостиниц. И происходила такая интересная вещь. Каждый раз, когда мы приезжали в какую-то новую гостиницу, нам давали номер прямо рядом с лифтом. Ну, первый раз я не обратил на это внимание. Приехали во вторую гостиницу. Я говорю, Юж, смотри, нам опять номер дали рядом с лифтом. Приезжаем в третью гостиницу, нам опять дают номер прямо рядом с лифтом. То есть выходишь с лифта, и когда мы уже ехали в четвертую гостиницу, я уже был в ожидании, думаю, ну, сейчас нам точно, нам дают четвертую гостиницу, мы выходим, и опять не надо далеко идти, наш номер прямо рядом с лифтом. И когда это уже произошло четвертый раз, я понял, что, возможно, Господь хочет что-то сказать, потому что Писание говорит, что Бог говорит два или три раза, привлекает наше внимание к тому, что Он говорит. И я начал размышлять. И вот на следующее утро после этого, вот сколько уже в четвертой гостинице нас поселили, нам дали номер прямо возле лифта, я открыл Слово Божье, начал читать, и после Ветхого Завета я начал читать Новый Завет. И у меня как раз по плану была книга «Пасание к римлянам». И сначала я не мог понять, говорю, Господь, почему мы рядом с лифтом? Первое, что мне пришло в голову, можешь убегать, придется, как бы, чтобы далеко не бежать, вот лифт рядом. Потом думаю, ну почему наш разум, он всегда цепляется за что-то негативное, когда Бог всегда говорит на нашу жизнь что-то позитивное. И вот я читаю «Пасание к римлянам» и не могу сконцентрироваться на том, что я читаю, я постоянно думаю, говорю, Господь, ну почему, четвертая гостиница. И в каждой гостинице номер, который нам дают, нам дают блифт. И вот в этот момент, и в этот момент я думаю про себя, нам дают номер близко к лифту. Как только я подумал об этом, что нам дают номер близко к лифту, то место, где я читал «Пасание к римлянам», этот стих, до которого я дошел, размышляя об этом, начинал со слов «близко». И в ту же секунду Господь напомнил мне место из Евангелия, когда Иисус сказал, когда вы увидите все это сбывающимся, помните, что близко при дверях. И Дух Божий проговорил мое сердце, Он сказал «близко при дверях». Я не могу вам до конца истолковать это откровение, но оно меня очень сильно вдохновило. Близко при дверях. Когда вы увидите это сбывающимся, четыре гостиницы подряд, четыре номера, и нам седают возле лифта, Господь говорит, когда вы увидите сбывающимся, то помните, что близко при дверях. Итак, друзья, сегодня я начну говорить о призвании. Я вдруг поймал себя на мысль, что оказывается наша церковь называется «высшее призвание», и было бы странно, если бы мы не проповедовали о призвании. И ровно 10 лет уже, как наша церковь называется «высшее призвание», а вот я наконец-то сподобился начать серию проповедей о призвании, о том, что такое призвание, сколько оно важно, и самое главное, как же обнаружить Божие призвание в своей жизни. Вы будете шокированы, когда на следующей проповеди, когда я буду проповедовать, я буду говорить о том, как обнаружить Божие призвание в своей жизни. Оказывается, язык Бога, язык Духа Святого, он настолько простой, он настолько доступный, что вы очень часто не обращали на него внимания. Итак, мы все знаем, что Бог имеет свой план для нашей жизни. Для тебя и для меня у Бога есть план, у Бога есть призвание. И знаете, что я вам хочу сказать, дорогие друзья, братья и сестры, подумайте сейчас вот о чем. У Бога есть книга с Твоим именем. Можете представить себе, в громадной, огромной, необъятной библиотеке, которая есть у Бога, у Бога есть книга с Твоим именем, и эта книга там стояла от сотворения мира. Может быть, даже прежде сотворения этого видимого мира у Бога уже стояла книга с Твоим именем. Знаете, что есть в этой книге? В ней есть первая и в ней есть последняя глава. Мы сейчас где-то ровно посередине этой книги. Мы уже не вернемся в первую главу, но мы обязательно подойдем к последней главе этой книги. Представь себе, Бог, сотворивший вселенную, Бог, сотворивший края земли, в его библиотеке стоит книга под названием Сергей Трулев. Когда Богу грустно, Он открывает эту книгу и читает ее. Мне рассказали, что в прошлом воскресенье, когда ты проповедовал, было очень вдохновляющее слово. Люди говорят, что пережили очень много положительных эмоций, Сережа, когда ты проповедовал. Когда Богу слишком весело, Он открывает книгу с именем Иван Грищенко и сразу становится очень серьезным, потому что у Вани все серьезно. Когда мы делали молодежный лагерь, Иван должен был проповедовать, и я ему сказал, Иван, помни, это дети, это не зэки. Когда будешь проповедовать, они ни в чем не виноваты. У Бога есть книга с именем Саша Хигай. Я уже представляю, как Саша внутри себя говорит, почему сразу моя, а? Иногда Бог, когда читает эту книгу, он говорит, дело так. С каждым именем есть у Бога книга. Есть первая и последняя страница в этой книге. И в этой книге записан каждый твой день. И в этой книге записано то призвание, которое Бог имеет для твоей жизни. Братья и сестры, не каждый человек призван быть мастером или апостолом. Я вам хочу сказать сегодня одну вещь, может быть, она кого-то удивит. Не все люди призваны быть миссионерами. Я не верю, что каждый человек должен быть миссионером. Но в то же время, слава Богу, за каждого человека, кто принимает решение ехать миссионером. Слава Богу, за каждого человека, который посвятил свою жизнь, чтобы служить Богу, чтобы поднять церковь, чтобы проведать Евангелие. Как пастор Олег сегодня у нас здесь есть в гостях из пограничного. Но Библия говорит, дары и призвания Божьи непреложны. В Послании к Кремлянам 11 главе дары и призвания Божьи непреложны. Обратите внимание, что слово дары стоит во множественном числе. Если было бы написано, что дар и призвания Божьи непреложны, я, может быть, тогда бы еще и поверил, что каждый человек призван быть миссионером. Но написано, что дары и призвания Божьи непреложны. Оказывается, у Бога есть разнообразие даров. У Бога есть разнообразие призваний для нашей жизни. Бог не сделал из нас роботов, которые все причесаны под одну гребенку. У Бога есть разные проявления его даров. Причем такие проявления, о которых ты никогда не думал. Я хочу задать тебе сегодня вопрос. Я знаю, что вы все хорошо знаете Библию. Скажите мне, пожалуйста, подумайте сейчас об этом. Скажите мне, пожалуйста, был ли Иосиф человеком, на чьей жизни было Божье призвание? Я хочу спросить вас. Кто из вас верит, что на жизни Иосифа было призвание в «Однимите руку»? А теперь я вам задам другой вопрос. А какое призвание было в жизни Иосифа? Кем он был призван быть? Священником? Нет. Апостолом? Нет. Пророком? Нет. Царем? Нет. Кем он был призван? Он был призван быть Иосифом. Вы знаете, первое откровение, которое я хочу, чтобы вы запомнили сегодня. Первое, к чему ты был призван, ты был призван быть самим собой. Григорий Иванович не был призван быть Сашей Волковым, а Саша Волков не был призван быть Вадиком Кутека. Самая большая трагедия в царстве, что люди пытаются быть похожими друг на друга в плане призвания. Нет ничего плохого, если ты стараешься проповедовать, как твой пастор, или выглядеть, как твой пастор, таким же красивым, как я. Но каждый из нас имеет индивидуальное, неповторимое призвание, которое Бог дал лично тебе. Прежде всего, Иосиф был призван быть Иосифом. И его призвание, оно, вы знаете, не попадает под категорию пятигранных даров служения. Знаете, есть такая большая проблема, что когда мы говорим о том, что Бог нас призвал к служению, то в первую очередь мы вспоминаем пять даров служения. Апостолы, пророки, евангелисты, пастори, учители. И когда человек, например, представьте, я вызываю Андрея Мина на сцену и говорю, Андрей, у меня есть слово от Бога для тебя. Бог призывает тебя на служение. И я представляю, как у Андрея в голове вот так вот мысли роятся. Мексика, Камерун, Гватемала, Алжир. Вы знаете, мы ограничиваем Бога нашей религиозностью. И когда мы слышим фразу, Бог призывает тебя на служение, мы сразу думаем про пять даров служения. Но вы знаете что? Что Бог не ограничен в своем призвании пяти дарами служения. И когда Он призывает тебя на служение, это может быть больше, чем пять даров служения. Божье призвание, это не только апостолы, пророки, евангелисты, пастори, учители. Бог может призвать тебя к особенному служению, которое благословит многих. Поэтому не нужно бояться, когда Бог призывает тебя на служение. Это не значит, что если сегодня Он тебя призвал, завтра ты уже в Камерун едешь или в Мексику миссионером. Послушайте, братья и сестры, в церкви Бог поставил пять даров служения. Но царство Божие не ограничивается церковью, потому что царство Божие, оно намного больше, чем церковь. Я читал недавно книгу Рика Джонниера, он сказал, вы заметили, что в Евангелиях Иисус упоминает о церкви всего несколько раз, но Он постоянно говорит о царстве. Я хочу напомнить вам школу служения, когда мы говорили о царстве, когда пастор Мурин учил о нас. Церковь это не царство Божье. Царство Божие это не церковь, церковь это лишь часть царства. И обратите внимание, вот хочу, вот о чем я размышляю последние две недели, о очень простой и известной молитве Иисуса Отче наш. Когда Иисус молился и говорил, отче, да придет царствие твое и на земле, как на небе. Что Иисус подразумевал под этим? Потому что, братья и сестры, у нас есть с вами проблема. Когда мы молимся молитвой, отче наш, когда мы говорим слова, Господи, да придет царство Твое на земле, как на небе, мы начинаем думать про церковь. На самом деле мы молимся такой молитвой, Господь, да придет Твое царство в нашу церковь. Но в нашей церкви уже давно есть царство Божие. Иисус молился не о том, чтобы царство пришло в церковь, Иисус молился о том, чтобы царство пришло на землю. Если мы хотим, чтобы царство Божие пришло на землю, а не только в церковь, нам нужно больше, чем пять дорог служения. Потому что пять даров служения, они даны для церкви, но в Царстве Божьем больше даров служения, хотя я сразу хочу вам сказать, все дары и призвания Божьи, они подчиняются пяти дарам служения церкви, но у Бога больше и разнообразнее дары, чем пять даров служения. И если мы хотим, чтобы эта молитва осуществилась, если мы хотим, чтобы Царство Божие пришло на землю, нам нужно понимать, что у Бога есть намного больше даров, чем пять даров служения. И эти дары настолько разнообразны, непохожи и уникальны, они захватывающи, что люди могут делать невероятные вещи. Мы с вами очень часто мыслим категориями церкви. И когда мы говорим, Царство Божие, мы сразу думаем о церкви, мы думаем о нашем собрании, мы думаем о Доме культуры дружбы, воскресенье 11 часов. Бог не мыслит категориями церкви, Бог мыслит категориями царства. Да, но Иисус создал церковь, конечно, мы же не говорим, что Иисус не создал церковь, или что церковь не важна, но я хочу обратить ваше внимание на одну деталь. Прежде чем Бог создал церковь, за несколько тысяч лет до этого, за четыре тысячи лет до этого, Он сотворил землю и поместил человека на земле. И сказал, плодитесь и наполняйте землю, а не только церковь. Бог мыслит категориями царства. А для того, чтобы Его царство утверждалось на земле, нужно иметь больше, чем пять даров служения. Я недавно прочитал историю одного человека. Этот человек, он верующий христианин, крещённый Духом Святым. Этот человек, верующий христианин, крещённый Духом Святым, наполненный Духом Святым. И он очень богатый человек. Ну вот представьте себе на минуту, что в вашем понимании значит очень богатый человек. Вот как вы себе представляете очень богатого человека? Есть разные, знаете, богатые люди. Мы с женой, когда летели назад на самолёте из Гонконга, мы встретили одного такого человека. Его супруга когда-то ходила в нашу церковь, она уже с Господом. Он очень богатый человек. Ну вот так вот, я прочитал историю про одного очень богатого христианина из Америки. Много лет назад он создал сеть магазинов в США, которая называется Хобби-Лобби. Это магазины, как бы, я не знаю даже как их называть, ну что-то вроде огромных, больших хозяйственных супермаркетов, где ты можешь купить гвозди, где ты можешь купить дрели, где ты можешь купить всё, что тебе нужно для дома. Это огромные супермаркеты, Хобби-Лобби. И он посвящённый Богу-человеку. Так вот его состояние, оно 5 миллиардов долларов. Господи, почему он не ходит в нашу церковь, Аллилуйя? Смотрите, здесь на первом ряду есть ещё несколько мест, ребята. Так вот, если вы зайдёте в Википедию, прочитаете про него статью, то вы увидите, это мирские люди пишут. То там написано, что только по известным данным он отдал евангельским церквям или евангельским служениям за свою жизнь 500 миллионов долларов. Это только то, что люди знают. Я верю, что он давал больше. И вы можете прочитать, что он пожертвовал на университет Орала Роберта 110 миллионов долларов, когда несколько лет назад университет Орала Роберта был в долгах, он пожертвовал за один раз только 70 миллионов долларов ему. Поймите, это не просто церковь, это царство. Потому что в университете Орала Роберта учатся люди со всего мира. Там это рождённые свыше, это крещённые духом святым люди, и потом они уезжают и занимают места в правительствах, в крупных корпорациях. Они становятся бизнесменами, они становятся чиновниками, они становятся политиками. Люди рождённые свыше, люди крещённые духом святым. Это уже не просто церковь, это уже царство. Несколько лет назад мы смотрели на нашей лидерской школе фильм «Острея копья». Потрясающе. Я считаю, что это один из лучших христианских фильмов по качеству. То есть его можно неверующим людям свободно показывать. Он очень качественный. И полностью создание этого фильма оплатил сын этого бизнесмена. Смотрите. Образование. Интертаймент. Десятки миллионов долларов. Это не категории церкви. Это не просто он, знаете, построил пять храмов. Это категории царства. Бог не просто призвал нас строить церковь, Бог призвал нас утверждать его царство. А для этого, и вот его этот дар, вот у человека такой дар, пожертвовать полмиллиарда долларов. Кому нравится такой дар? Он не попадает под категорию апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. Почему? Потому что в царстве больше дорог. И в то же время это очень смиренный человек, послушный, подчиняющийся власти, который следует тем принципам, которые Господь поместил в его сердце. Пастор Рудольф, наш друг из Мексики, который ждет нас в Мексике, он рассказал историю, что несколько лет назад он трудился миссионером в Японии. И он насадил там несколько церквей. У него было очень успешное служение, ну по японским меркам в Японии. И он насадил там несколько церквей. Он говорит, у нас был один пастор, у которого было хобби. Он брал апельсин, брал нож и из апельсиновой шкурки вырезал разные-разные красивые фигурки. Вы можете сегодня найти там в Одноклассниках, еще где-то в интернете выкладывают эти фигурки, выкладывают, как их делают. Он был одним из первых вообще в мире. У него было такое хобби. Вдруг однажды журналисты узнали об этом. Они стали приглашать его. И этот пастор начал выступать на многих телевизионных шоу в Японии. Он написал книгу, пастор Рудольфа говорит, он теперь получает хорошие деньги за свои выступления, за свои шоу, за свою книгу. И везде, где он не выступает, он говорит, я пастор церкви. И Господь дал мне такой талант. И показывает, он вырезает уникальные, потрясающие фигурки из шкуры апельсина. Вот почему я сказал, что дары, которые Бог может нам дать, они настолько неповторимы, непохожи и захватывающи. Это не просто, вы знаете, хобби. Это дар, которым Бог дал, который служит благословением и для него, и для церкви, и для многих других людей. Вот почему я говорю, что дары Божьи в царстве, они разнообразны, чем апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учители. Вот о чем я сегодня говорю, братья и сестры. И в то же время он успешный пастор. Давайте откроем и книгу Иеремии, первую главу. Книга Иеремии, первая глава. Мы прочитаем знаменитый отрывок из 4-5 стиха. Книга пророка Иеремии, первая глава. 4-5 стих. Книга Иеремии, первая глава, 4-5 стих. Иеремия пишет, и было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя в очреве. Я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком для народов, я поставил тебя. Братья и сестры, наша церковь называется высшее призвание. А что такое высшее призвание? Иисус однажды сказал, много званых, а мало избранных. Итак, Иисус сказал, что очень много людей, которые избраны или призваны, или людей с призванием. Посмотрели, узнали, что там хостучит, Тань? Сходи, посмотри еще. Узнай, точно там все разведай. Если неинтересно слушать. Итак, Иисус сказал, много званых, но мало избранных. Мы все призваны Богом, братья и сестры. И вы знаете, есть разные уровни призвания. Самый первый уровень призвания в нашей жизни, это принять спасение, принятие Иисуса в свое сердце. Вы знаете, многие люди почему-то считают, что это самое важное в жизни. Но я вам хочу сказать, принять спасение в свое сердце, принять Иисуса в свое сердце, это значит лишь ответить на первый уровень своего призвания. Это лишь первый уровень нашего призвания. Принять Иисуса Христа в свое сердце. Потом кто-то переходит на следующий уровень своего призвания, и он освящается, он начинает регулярно читать Библию, он начинает регулярно молиться, он начинает следить за своей духовной жизнью. Это следующий уровень нашего призвания. Потом кто-то отделяет себя на служение и становится членом ашерской команды, или группы прославления, или лидером ячейки. Это следующий уровень призвания. И потом кто-то приходит и говорит, пастор, я хочу ехать миссионером, я хочу начать церковь, я хочу, чтобы в том городе, где нет церкви, была церковь, И я буду проповедовать Евангелие. И это следующий уровень. Но апостол Павел говорит, есть высший уровень призвания, когда Бог избирает тебя и дает тебе что-то уникальное, неповторимое, чего нет ни у кого другого, и ты делаешь это. Наша церковь, она уникальная, неповторимая, потому что я однажды ответил на высшее призвание Божие в своей жизни. И она не похожа на другие церкви. И у нас есть что-то особенное, которое есть только у нас. И благодарю Бога за то, что есть вещи, которым люди приезжают в нашу церковь учиться с других церквей, потому что есть высшее призвание. Иисус сказал, много призванных, но мало избранных. Не обольщайся тем, что ты всего лишь спасен или молишься на иных языках. Это лишь первая ступень твоего призвания, это лишь первая ступень твоего избрания от Бога. Но Бог хочет, чтобы ты имел высшее призвание твоей жизни. То, о чем говорит апостол Павел, то, о чем апостол Павел, стремлюсь к цели и к почести высшего призвания во Христе Иисусе. Это когда Бог избирает тебя быть благословением для Царства через Его дары. Итак, Господь открывается Иеремия. Он говорит, Иеремия, прежде нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Первое, что Иеремия открывает Бог, Иеремия, я твой создатель. Бог говорит, я образовал тебя в очреве. Иеремия. Это все? Братья и сестры, это все? Бог говорит, Иеремия, прежде нежели ты вообще появился, прежде нежели твои папа и мама соединились вместе, я уже познал тебя, потому что я твой создатель. Я тебя образовал. Первое, что открывает Бог Иеремии, я образовал тебя. Твои родители были лишь инструмент для того, чтобы ты появился, чтобы две маленькие, вы знаете, клеточки соединились вместе и стали плодом. Но Бог говорит, Иеремия, Сергей, Толя, Паша, Алексей, Ира, Вера, я образовал тебя, потому что Бог говорит, я твой создатель. Твое рождение не было случайностью. Послушайте меня. Когда меня еще не было, за несколько месяцев до того, как моя мама забеременела, они однажды поехали отдыхать, и моя бабушка была с ними. И она спросила, что насчет детей? И мой папа сказал, мы пока не планируем. И я через несколько месяцев появился в очреве у мамы, потому что это был не их план, это был Божий план. И может быть даже в детстве родители делали такую глупость, что говорили тебе, да мы вообще тебя не планировали, мы вообще не знали, что ты родился. А кто вас вообще спрашивал? Бог говорит, я образовал тебя в очреве, и твое рождение не было случайностью. Даже если ты родился вне брака, даже если ты родился не от того, что твои родители были мужем и женой, может быть из-за какой-то случайности, Бог говорит, это была не случайность. Я образовал тебя в очреве, потому что я имею план для твоей жизни, потому что я твой создатель, потому что я образовал тебя. Даже если твои родители не планировали твое рождение, Бог планировал твое рождение. Понимание того, что Бог наш создатель приводит нас к сознанию того, что мы родились не просто так, чтобы жить, мы родились с величайшим Божьим призывом, с величайшим Божьим планом в нашей жизни. Бог образовал тебя для того, чтобы ты познал его призвание, и чтобы ты исполнил его судьбу. Второе, так первое, что мы видим из этого отрывка, Бог наш создатель. Второе, Бог говорит, но еще даже прежде, нежели я образовал тебя, я познал тебя. Вы не представляете, насколько это сильное, насколько это мощное слово. Вы знаете, что слово «познал» в Библии, это слово, которое является словом, характеризующим половые отношения. Написано, и познал Адам Еву, Аврам познал Сару. Слово «познание» это значит интимную близость. Это значит, что мужчина открывает наготу женщины, которую никто не видел никогда, наготу этой женщины. Он открывает ее, потому что они становятся одним целым, и он познает ее. Бог говорит, еще даже прежде, нежели я образовал тебя в очреве у матери, я тебя познал. И только потом Бог тебя призвал. Знаете, почему это так важно? Многие люди сегодня ненавидят себя, многие люди сегодня ненавидят свой характер. Один пастор позвонил однажды мне и сказал, пастор, ты знаешь, я ненавижу себя, я не могу контролировать свой гнев, я иногда раздражаюсь, я кричу на людей, я вообще хочу оставить служение. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что Бог говорит, я познал тебя, прежде чем я призвал тебя, и потом, после того, как я тебя познал, я тебя призвал и поставил. Бог знает все твои черты характера, Бог знает все черты твоего поведения, Бог знает твои сильные стороны и слабые стороны. И зная все это, Он тебя призвал, и Бога это устраивает. Мы должны принять себя, мы должны принять свой характер. Я сказал этому пастору, послушай, ты сегодня жалуешься, что ты иногда гневаешься, что ты иногда не можешь контролировать свое раздражение. Я говорю, ну ты понимаешь, это твой характер, это тот характер, который Бог тебе дал. Зато другие люди знают тебя, как очень огненного пастора, который горит для Бога, который пылает для Бога, который огненно проповедует. Это тот же самый характер. Просто у твоего характера есть побочный эффект, как у любого лекарства, есть побочный эффект. Бог тебя создал и познал именно таким. И зная этот твой характер, зная твои недостатки, Он поставил тебя на служение. Вот о чем забывают некоторые люди в некоторых церквях. О том, что прежде чем Бог поставил пастора на служение, Он его познал. Он знал все его недостатки, Он знал все его слабые стороны, Он знал все его ошибки. Он все равно поставил его и сказал, не прикасайся к помазанным моим и пророкам моим не делать зла. Потому что если ты касаешься их, Библия говорит, ты касаешься зеницы ока. Люди читают Библию годами и так и не могут понять эти простые принципы. Бог знал каждого служителя совершенно. Он знал все ошибки, которые мы совершим. И несмотря на все это, Он призвал нас. Два раза Бог в этом месте говорит прежде. Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде нежели выжил из утробы, я осветил тебя. Слово осветил, значит отделил. Братья и сестры, представьте себе. Прежде нежели ты был образован во чреве твоей матери, Бог уже познал тебя. Но потом произошел момент, когда твои папа и мама, они однажды соединились вместе. И через какое-то время, через несколько часов, я не знаю, через сколько, вдруг внутри твоей мамы появился маленький плод. Две клеточки соединились вместе. Еще не было маленьких ручек, еще не было маленьких ножек. Еще сердце не билось, но две клетки соединились вместе и появился маленький плод. Бог говорит, прежде чем ты вышел из утробы, когда только две клетки стали одной, я я отделил тебя я отделил тебя бог призвал тебе никогда ты пришел в церковь бог призвал тебя не когда ты стал лидером и чхи бог призвал тебя никогда пастор возложил на тебя руки когда ты еще был маленькой клеточка в чреве матери прежде чем ты покинул чрева матери бог говорит Я отделил тебя, я осветил тебя И я поставил тебя на служение Потом ты родился, потом ты рос Потом под влиянием разных обстоятельств Сформировался твой характер И в тебе появились какие-то черты характера Которые тебе не нравятся Которые тебя раздражают И которые, как ты считаешь, мешают тебе служить Богу А Бог говорит, я познал тебя Еще прежде у тебя даже была возможность Сделать какую-то ошибку Я уже познал тебя совершенно И я знал все ошибки, которые ты совершишь И несмотря на все это, Бог говорит Я призвал тебя, я отделил тебя, я поставил тебя Я имею призвание для твоей жизни Аллалюя Кто-нибудь скажите, аллалюя Как Бог мог познать нас, когда мы еще не существовали? Скажите, пожалуйста Мы снова возвращаемся к Евреям 11 главе Верую познаем, что века или миры Устроены Словом Божьим Так, что из невидимого произошло видимое В невидимом Царстве Божьем ты существовал от вечности Его книга стояла в его библиотеке от вечности Он прочитал всю книгу про тебя Кто из вас сколько раз брал книгу На книжном столе начинало читать И потом наполовину останавливался Так или не так? Я тебе хочу сказать, Бог прочитал всю твою книгу Еще прежде того, как ты появился Еще когда земля была безвидна и пуста Бог уже прочитал твою книгу Прочитав твою книгу, Он тебя призвал Он положил призвание на твою жизнь Несмотря на твои ошибки Несмотря на твои недостатки Несмотря на твое несовершенство Он тебя призвал В следующий раз, когда ты будешь осуждать Какого-то человека, любого Не только пастора и служителя, любого Помню, что Бог, познав этого человека Призвал и имеет призвание для его жизни Подумай, два раза прежде, чем что-то сказать Про этого человека Подумай, два раза прежде, чем сделать Какие-то выводы про этого человека Подумай, два раза прежде, чем слушать Какую-то сплетню про этого человека Подумай о том, что Бог познал его еще От чрева матери Отделил его и поставил на служение Подумай об этом хорошо Вот почему в жизни некоторых людей происходит столько много вещей, от которых они плачут Нам очень важно понять, братья и сестры, что Бог источник нашего призвания А кто-нибудь скажите амэн? Многие люди, они отступают, когда видят несовершенство людей или несовершенство церкви Но как сказал Рихтс Джойнер, нас призвал проповедовать не церковь, нас призвал проповедовать Христос А в нем нету никаких недостатков, аллилуйя Аллилуйя, братья и сестры Апостол Петр говорит, посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание Так поступая, никогда не приткнетесь Братья и сестры, вы знаете, есть разные времена в нашей жизни Есть разные времена в нашей жизни Один пастор однажды строил здание в своей церкви Это было огромное-огромное здание, вмещающее тысячи человек И я сейчас боюсь ошибиться, но это было в Сингапуре И там все очень дорого, там земля очень дорогая Там даже, чтобы просто купить землю, нужно десятки миллионов долларов И я не помню сумму, но это была какая-то огромная сумма, сотни миллионов долларов И вот он рассказывал историю Он говорит, наше здание, оно включало в себя огромный подземный этаж Где, собственно, было святилище, где мы проводили служение А сверху мы построили офисный корпус И это было огромное здание, но говорит, знаете что? Два года мы закладывали фундамент Два года мы вкладывали десятки и десятки миллионов долларов И ничего не было видно То есть ты смотрел за забор стройки, там не было ничего И потом вдруг однажды, за полгода мы построили все остальное Почему? Потому что мы заложили фундамент Мы заложили подземный уровень, братья и сестры Апостол Петр говорит, делайте твердым фундамент вашей жизни Ваше призвание и избрание Вот почему так важно, чтобы первые 10, 15, даже 20 лет Нашей духовной жизни мы делали твердым наше звание и избрание Для чего? Потому что потом Петр говорит, поступая так Вы никогда не приткнетесь Когда вы укоренитесь во Христе Когда вы поймете, что Бог источник нашего призвания Когда вы поймете, что кроме твоего призвания Все остальное ничего не имеет смысла Братья и сестры, когда какой-то человек уходит в церкви И говорит, я ушел, потому что пастор поступил неправильно Послушай, какое тебе вообще дело, поступил пастор правильно или неправильно Если Бог тебя поставил в этой церкви, это источник твоего призвания Это туда, куда Бог привел тебя Если пастор не прав, Бог его однажды накажет Но ты зачем теряешь свое призвание? Петр говорит, все более и более твердым делайте свое звание и избрание Поступая так, что написано? Вы никогда, вы никогда не приткнетесь Вот почему многие люди приткнулись Они не сделали свое избрание и призвание твердым Они не укрепили его Они не успев плотно заложить фундамент Начали строить здание Вы знаете, братья и сестры На протяжении 20 лет Мне сейчас очень смешно об этом говорить На протяжении 20 лет Бог закладывал фундамент в мою жизнь Вы знаете, 20 лет я был уверен, что я строю здание Но вот прошло 20 лет И я вдруг осознал, что 20 лет я лишь закладывал фундамент Для своего последнего рывка в жизни Для своих следующих 20-30 лет Если Бог бы мне тогда сказал вначале Что тебе понадобится 20 лет, чтобы заложить фундамент Я бы сказал, не Господи, ты чего, какие 20 лет? У меня через 5 лет уже по плану пробуждения Буссурийский и Тысячи Спасенных И Мега Церковь через 5 лет И вдруг оказывается, что 20 лет я закладывал фундамент И только сейчас Бог начинает строить Иисус, спасибо тебе, что ты не сказал мне об этом 20 лет назад Я, наверное, бы не согласился бы на такую стройку Петр говорит все более твердым Делайте ваше звание, избрание Зная, что поступает так Вы никогда не приткнетесь И вот, братья и сестры Как только Иеремия был способен услышать Бог открыл ему Его план И вся дальнейшая жизнь Иеремии должна была проходить в соответствии с его планом Братья и сестры, если вы не заложите фундамент в вашей жизни Вы однажды приткнетесь Самое страшное, когда люди После одного, двух или трех лет жизни в церкви Они вдруг начинают думать, что они уже во всем разбираются Они уже все понимают Они уже все знают Потому что они два раза прочитали Библию Им вдруг начинает казаться, что им Бог говорит Они откровения в тетрадке записывают Я 20 лет занимался закладкой фундамента И только сейчас Бог призывает меня строить На этом фундаменте Делайте ваше призвание твердым Непоколебимым Заложите непоколебимое основание В вашей жизни И поступая так, вы никогда не приткнетесь Братья и сестры Наш Бог, это пророческий Бог Он открывает нам свою волю Он открывает нам свое призвание Он предсказывает события Прежде чем они случились Знаете, для чего? Знаете, для чего Бог предсказывает нам события В нашей жизни прежде, нежели они случаются? Чтобы убедить нас в том, что Он присутствует в нашей жизни Братья и сестры, я хочу сегодня Разрушить еще одно невежество Которое преобладает в жизни христиан Которое укоренилось в жизни христиан Знаете что? У нас есть одна проблема У меня в том числе А у вас не больно Когда мы говорим выражение Божье присутствие Мы сразу начинаем говорить о неком, знаете, таком Переживании О, я вчера молился Я почувствовал Божье присутствие И у меня мурашки по коже пошли Аллилуйя, слава Богу О, а сегодня я молился Божьего присутствия не было Потому что я ничего не чувствовал Братья и сестры Мы правда поверили, что Божье присутствие Это некие переживания Или проявления в нашей жизни Знаете, что такое Божье присутствие в нашей жизни? Божье присутствие в нашей жизни Это цепь событий И происшествий в нашей жизни Которые вели нас К точке Из которой мы Будем осуществлять наше призвание Знаете, что такое Божье присутствие В жизни Иосифа? Это когда его братья продали в рабство Это было Божье присутствие в его жизни Знаете, что такое Божье присутствие В жизни Иосифа? Это когда жена Патифара оболгала его, наврала про него, и когда его бросили в тюрьму, и из просто раба он превратился в раба в тюрьме. Это было Божье присутствие в его жизни. А не просто какие-то переживания или мурашки по коже. Божье присутствие это те вещи, которые происходят с тобой, которые может быть ты не понимаешь, которые может быть вызывают у тебя страх или тревогу, но однажды ты увидишь, как эти вещи, они все сложатся в пазл, Божий пазл в твоей жизни. И окажется, что все эти вещи и события, они вели тебя к моменту, когда ты сможешь на 100% осуществить Божие призвание и выполнить Божий присутствие в твоей жизни. И ты, как Иосиф, скажешь, слава Богу, братья, это не вы продали меня в рабство, это Господь меня послал перед вами, чтобы здесь в Иосифе, чтобы здесь в Египте Бог возвысил меня, и теперь во время голода я буду кормить вас и ваши семьи. Вот что такое Божье присутствие, это цепь событий и происшествий, которые ведут тебя к осуществлению Божьего призвания. Вы знаете, многие люди боятся этого выражения Божьего призвания. И когда пастор подходит к ним и говорит, Фируза, я вижу, Бог открывает мне, что есть Божье призвание на твоей жизни. Ну, Фируза уже ничего не боится, она уже 20 лет замужем за этим человеком. Ой, меньше, да? 17. Ну, 10 лет хватило, чтобы ей ничего не бояться, Олег. Она 17 лет замужем за Олегом, они 17 лет служат в церкви, когда ты больше 10 лет служения, ты уже ничего не боишься. Я один раз рассказывал одному человеку, как в прошлом году, в начале года мы с женой проехали весь Китай, от севера до юга на поезде, несколько суток, весь Китай. Без знания языка, без ничего мы проехали весь Китай. Один человек спросил мне, тебе не страшно было? Я говорю, знаешь, я уже 20 лет пастор, мне уже ничего не страшно. Первые 5 лет мне еще было страшно. Следующие 5 лет было так немножко в прострации, а последние 10 лет уже у меня кожа, вы знаете, как у слона, меня дробинами не пробьешь. Многие люди, они боятся этого выражения призвания Божия, они думают, что если Бог тебя призвал к чему-то, все, завтра ты собираешь вещи и едешь миссионером в Бангладеш. Братья и сестры, я хочу снова сказать то, о чем я сказал в начале. Божьи дары и Божье призвание, оно не ограничено пятью дарами служения. Быть призванным Богом, это не значит быть лидером прославлений лишь или миссионером. Да, в церкви есть пять даров служения, но Царство Божие, оно не ограничено церковью. И Иоанн говорит в первом своем послании, в пятой главе, в третьем стихе. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали Его заповеди. И заповеди Его не тяжкие. Вы знаете, это обольщение, верить в то, что быть верующим человеком, это значит, что нужно соблюдать какие-то тяжелые заповеди. Многие люди говорят, ну если я приду в церковь, вы же не курите, вы же не пьете, мне нужно будет, так тяжело не курить и не пить. Это круто, не курить и не пить. Я однажды был в аэропорту, вы знаете, и встречал пастора Джона. И я стоял в секции, где прилетает международная авиалиния, это было перед конференцией. И вдруг я смотрю, как бежит человек с секции русских авиалиний. Он прилетел с Москвы, он 9 часов на самолете летел. И его трясло, ну физически трясло. Он был весь красный, его судорогами сводило лицо. Я подумал, у него, наверное, плохо. Он ищет врача, он подбежал ко мне и сказал, брат, где место для курения в этом аэропорту? Я подумал, вот это на самом деле тяжко. Сидеть, мы недавно вот перед самым отлетом с женой шли по аэропорту Гонконга, и там маленькая кабинка, место для курения. Вы не представляете, эта кабинка, вы знаете, ну сколько, наверное, где-то 4 на 4, 16 квадратных метров. И там было где-то 60 человек. И они все вот так вот стояли. Вы знаете, ходить в церковь, это так сложно. Это так тяжело. Этот рейс, в котором мы летели, Гонконг, Владивосток, может быть, вы слышали, 2 недели назад. Один русский там напился, устроил дебош, вылопал дверь в туалете. И потом 5 мужиков напали на него, избили его и связали ремнями, ну потому что они не могли лететь. Он ходил, он буянил, нападал на людей, пилот хотел посадить в самолет. И эти люди потом говорят, вы знаете, ходить в церковь так сложно. А я думаю, лежать 4 часа с вязанными ремнями в проходе, в самолете. Вот что сложно, братья и сестры. Когда 40 человек набились в комнату 16 квадратных метров и курят так, чтобы никого не обжечь. Вот что такое сложно. У нас был лагерь. У нас был лагерь. И в один вечер я прихожу, Вадик Лимни говорит, слушай, пастор, ты знаешь, две женщины приходили с соседней базой. Их раздражает наше прославление. 30 минут вечером прославления в лагере, 30 минут. Когда в августе, вы знаете, вся Андреевка из каждого кафе до 3 часов ночи, музыка, все. Они сказали, если вы не прекратите, мы сегодня до утра будем тогда пить и гулять. И они потом лепса включили на всю ночь с рюмкой водки на столе. И я стоял на прославлении во время лагеря, смотрел на наших 90 человек, смотрел на нашу молодежь, слушал проповеди, когда мы учили их почтению родителям, мы учили их жить богобоязненной жизнью. И думал про этих двух женщин. Я подумал, эти люди говорят, что мы ненормальные. Вот почему Иоанн говорит, заповеди его не тяжкие. Они совсем не тяжкие. И мы шли с женой по этому аэропорту, мимо этой комнаты, где в 16 квадратах 40 человек сидели друг у друга на шее. И мы были свободны. Нам там не нужно было быть. Мы пошли купили кофе, мы пошли купили подарки детям, мы шли назад, а это комната все забито людьми. Потому что его заповеди не тяжкие. Я могу лететь в Москву 9 часов, я могу лететь в Нью-Йорк 13 часов, и меня не тянет курить. Я не хожу с перекошенным лицом, я не выхожу из самолета с лицом, которое свело судороги. И его заповеди не тяжкие. Божье призвание будет источником самой великой радости в твоей жизни. Вы знаете, братья и сестры, многие вещи доставляют для нас радость. Люба, ты где? Почему тебя нет на первом ряду? А, на английском служении, да, Ириша? Ну иди ты поиграй, ты же уменьшишь, Ириша. Ладно, сиди, Саша, выйди. Божье призвание. Так, многие вещи доставляют нам радость. Но только успех в том, что Бог нам дал, вызывает великую радость. Это если высшее призвание нашей жизни. Вот почему Иисус сказал, возьмите иго мою на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, потому что иго мое благо, и бремя мое легко. Братья и сестры, и я закончу тем, с чего я начал. Все дары, которые Бог ставит, все дары, которыми Бог наделяет людей в царстве, они все подчиняются пяти дарам служения в церкви. Но, братья и сестры, мы должны с вами быть уверенными на 101% в том, что у Бога есть разнообразие даров. Вы знаете, когда я буду проповедовать на следующую проповедь, и когда я буду говорить на ту тему, как Бог открывает нам свою волю, вы узнаете, что каждому из вас Бог открыл свою волю, когда вы еще были маленькими. Бог открыл это настолько просто, что вы даже не знали, что это Божья воля для вашей жизни. И у Бога такое разнообразие даров. Вы были обмануты, потому что, когда вы слышали Божье призвание, вы сразу начинали думать о каком-то масштабном служении. Но это не так. У Бога есть разнообразие его даров. Ты можешь служить, послушайте, вот что я хочу сказать в конце. Ты можешь служить Богу тем, что вызывает у тебя восторг. Главное дело это в смирении и послушании. Ведь Библия пишет нам не только про апостола Павла или про апостола Петра. Мы можем найти в Библии в послании к римлянам про верующего по имени Яраст, который был городской казнохранитель. Можете представить себе, Библия говорит, что один из людей, который был в команде апостола Павла, а в книге деяний мы можем найти, что Яраст был членом команды Павла, и Павел посылал его также для некоторых дел вместе с Тимофеем. Он был чиновником очень высокого уровня. В те времена быть городским казнохранителем, это значит, что ты чиновник очень высокого уровня, с высоким уровнем доверия тебе. Не написано, что он был апостол, не написано, что он был пастор, написано, что он был городской казнохранитель, но он был в команде Павла. Это был его дар. Лука написано, что он был врач возлюбленный. Нигде в Библии вы не найдете ни одну проповедь Луки, нигде не найдете ни одно послание Луки, кроме Евангелия, которое он, как ученый, скрупулезно составил и записал. Но Писание его называет врач возлюбленный. Лука был врачом все-таки прежде всего. Это мы уже потом назвали его евангелистом, это мы уже потом его назвали апостолом, но Библия его назвала возлюбленным врачом, потому что это было его призвание. Лидия была женщиной-бизнесменом. Все, что мы о ней знаем, это то, что она посвятила свое состояние на то, чтобы служить Богу, чтобы принимать апостолов, чтобы служить финансами и своим домом для апостолов. Это было ее призвание. Иосиф Аримафейский, человек, в чьей могиле был положен Иисус, тайный ученик, он был послом Иисуса Христа в самой верхушке иудейской знати. И это было его призвание, потому что Бог не ограничен лишь пятью дарами служения. Вы не представляете, как разнообразны, как разнообразны Божьи дары, как разнообразны Божьи призвания, которые Он имеет для нашей жизни, которые Он имеет для нас. Цель моей сегодняшней проповеди, мое послание к вам, не бойтесь, когда Бог призовет вас. Потому что в Его призвании вы найдете величайшее удовольствие для вашей жизни. На следующей проповеди я расскажу вам потрясающую историю, которую мне рассказал один человек, когда мы были в Корее. Вы знаете, эта история потрясла меня. И я хочу, чтобы эта история, которую я вам расскажу, она была ободрением для многих людей, особенно кто уже достиг, может быть, пожилого или преклонного возраста. Это история о том, как Бог призывает тебя к тому, чему Он тебя призывает, вопреки всем обстоятельствам. Потрясающая история. Она потрясла меня. И эта женщина, которая рассказала мне эту историю про своего мужа, я сказал, когда я приеду в свою церковь, первым делом я расскажу эту историю в нашей церкви, потому что она будет вздохновенной для очень-очень многих людей. Аллилуйя. Давайте помолимся сегодня, давайте закроем глаза и склоним наши головы. Боже, Владыка неба и земли, мы благословляем сегодня Твое имя. И мы благодарим Тебя, Господь, что, подобно пророку Иеремии, каждого из нас Ты образовал в очреве, еще прежде того, как Ты нас образовал, Ты познал нас. И прежде того, как мы вышли из утробы матери, Господь, Ты уже отделил нас и осветил для служения Тебе. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты поместил это призвание в жизнь каждого человека, в сердце каждого человека и призвал его, Боже, нести это призвание, нести это служение, Господь. Я благодарю Тебя за это, Отец Небесный, и воззаю Тебе всю славу. Боже, я благодарю Тебя за то, что через эти проповеди Ты откроешь глаза многим людям, и они увидят то, чего они никогда не видели, и они познают то, чего они никогда не познавали. Боже, Ты сказал в Твоем слове, воззови ко мне, и я отвечу Тебе. И я сегодня молюсь, Господь, за каждого человека в нашей церкви. Я прошу Тебя, Боже, пусть через эту серию проповедей каждому будет открыто его призвание, каждому будет открыто его предназначение, Господь. Пусть ни один человек больше не будет в депрессии из-за того, что ему кажется, что он не делает Твое призвание. Но дай, Господь, мне показать людям из Твоего слова, что многие из них уже давно занимаются тем, к чему Ты призвал их, даже не подозревая об этом, Господь, во имя Иисуса. Боже, я прошу Тебя, Отец Небесный, в соответствии с молитвой апостола Петра, Его пожеланиям, в Его послании. Дай каждому из нас сделать твердым наше избрание и звание, Господь, Отец Небесный, потому что поступая так, мы никогда не притнемся. Боже, я прошу Тебя, пусть этот фундамент будет плотно и основательно заложен в нашей жизни, и на этом фундаменте будет построено здание, Господь. Здание, Господь, нашего служения Тебе, Господь, и нашей награды, которую мы будем иметь в вечности. Благословляйся сегодня каждого человека. Боже, молюсь за каждого, кто нуждается в исцелении сегодня. Пусть Твоя исцеляющая сила придет, Господь. Пусть сила Твоего исцеления придет, Господь. В жизнь каждого нуждающегося я приказую каждой болезни исцелиться во имя Иисуса Христа. Я приказую, Господь, телу каждого человека быть исцеленным во имя Иисуса. Боже, пусть поясница будет исцелена. Пусть все проблемы, Господь, позвоночника, шейный хондроз, Господь, сколиоз пусть будет исцелен во имя Иисуса, Господь. Боже, я прошу Тебя, исцеляй болезни желудка, Господь. Исцеляй болезни кишечника, Отец. Боже, Ты наш Сознатель, Ты наш Творец. Ты нас сотворил во чреве Матери. И на основании этого я прошу Тебя, Господь, потому что все Твое творение совершено. Боже, исцели каждого из нас полностью. потому что ты не сотворил нас для болезни но ты сотворил нас для твоей славы и благословляя сегодня каждого человека именем твоим и я благодарю тебя за твою исцеляющую силу и я воздаю тебе славу господь ибо только ты достоин всей славы за это служение сегодня великий всемогущий господь и весь народ божий это скажет давайте дадим славу богу аллилуйя слава господу пожалуйста и